Создание доступной среды – одно из приоритетных направлений работы правительства. Ежедневно мы наблюдаем, как в городе появляются пандусы, укладывается тактильная плитка, пешеходные переходы оборудуются звуковыми светофорами. Это большая системная задача, требующая усилий в сфере медицины, транспорта, образования, строительства. Отдельный комплекс мер предпринят и государственной службой занятости. В Чувашии действует республиканская телевая программа по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей инвалидов и многодетных родителей. Согласно ей, в течение трех лет нужно трудоустроить более 300 инвалидов. При этом рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с правилами. Кроме того, есть постановление Кабинета министров о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Для предприятий численностью от 35 до 100 человек квота составляет 1,5%. Для организаций свыше 100 человек – 2%. Заново создан клуб координаторов этого движения, который состоит из кадровых служб разных заводов. И совместно в этом направлении, я считаю, нам удается сделать многое. Вот, кстати сказать, есть у нас предприятия, которые по квоте должны бы иметь 11 человек, а имеют 27. То есть почти в три раза превышают квоты. Это все равно интересные проекты такие, мы их поддерживаем. И в целом мы замечаем общую тенденцию. Не разовые какие-то, лоскутные такие проявления, а общую тенденцию понимания вот этого направления социального от всех предприятий в Чебоксарах, в Чувашской республике. Одним из предприятий, которое по своей инициативе решило трудоустроить людей сверх квоты, стал хлопковый край. Работы хватает. Швейные машины строчат крупный заказ постельного белья для наших поездов. А значит, дополнительные руки никому не помешают. Сначала первого человека мы взяли по квоте, а потом уже осознали, что в принципе люди точно такие же, как и мы, хоть у них есть какие-то заболевания. Они точно так же с ответственностью относятся к своему делу. Точно так же с воровением изучают новые, познают работу. То есть ничем не отличаются, может даже более усидчивые, более терпеливые, более сознательные к работе. На производстве работает три человека с ограниченными возможностями. Двое из них инвалиды по слуху. Для Людмилы Владимировой этот цех не такой шумный, как для остальных. Она пришла сюда два месяца назад, занималась комплектацией готового товара, но поняла, что может стать настоящей швеей. Руководство пошло девушке навстречу. Обучается она на месте, коллеги всегда рядом, чтобы помочь и дать нужный совет. Девочка пришла без какого-либо образования, без профессии. Своевременно работала в центре реабилитации лиц по слуху, уборщицы. То есть у нее даже в трудовой написано, что у нее профессия уборщица. Но понятно, что в жизни девочка молодая еще, что ей нужно как-то устроиться в жизни. И мы попробовали дать ей другую профессию, посадили за машинку, и она с очень интересом отнеслась к этой профессии. И вот теперь она немножко, конечно, отстает от девочек, но набирает квалификацию и будет, я думаю, что дальше работать. У нее будет профессия, у нее будет дорога в жизни, у нее будет свой заработок. Сколько таких примеров, когда люди с ограниченными возможностями доказывают, что их талант не ведает границ. Спортсмены на Паралимпиаде, художники, которые держат кисть пальцами ног и создают шедевры. Незрячие музыканты. Людмила Владимирова сегодня только делает первые шаги к своему успеху. А вот Алексей уже больше 20 лет трудится на одном из промышленных предприятий Чувашии. И замену ему найти не могут. Да пока и не хотят. Еще во времена Советского Союза на текстильмаш были направлены 8 человек, тоже с ограниченными возможностями. Алексей Прокопьев был зачислен учеником слесаря по изготовлению пружин. Теми знаниями, которые он получил 20 лет назад, сегодня в республике не обладает никто. Уникальное в том, что надо относить, дают чертеж, поэтому чертежу надо настроить, сделать расчеты, расчеты относительно диаметра, сколько витков, на что, нажати на растяжку. Он делает сами там все расчеты. Потому что очень много в последнее время стали появляться заказы от малых предприятий, от сторонних организаций, у которых нет оборудования такого и нет специалистов. И приходится делать ему самому эти все расчеты и изготавливать пружины. Вот людей, которые умеют эти станки настраивать, я уже говорил, в Чебокстарах у нас больше ни одного нет. Коллеги Алексея вспоминают, когда он только появился на заводе, был замкнутым, избегал контактов. Но работники предприятия смогли создать дружелюбную атмосферу. Белой вороной здесь себя не чувствует никто. Со временем научились и понимать друг друга почти без слов. Алексей читает по губам и в крайнем случае прибегает к бумаге с ручкой. Мастер участка за столько лет совместной работы даже немного выучил язык жестов. Сам же Владимир Фихтнер тоже участник программы по содействию занятости инвалидов. С 79-го года я пришел, до сих пор работаю. В пятом году у меня получилось несчастье. Обнаружили менингиом головного мозга, делали операцию. И вот, что меня, ну, в общем-то и не удивило. Народ здесь вообще доброжелательный такой, сердечный. Даже вот после операции статья вышла в газете «Машиностроитель» «Спасти человека», то есть меня, так скажем. Ну, люди с пониманием, с чуткостью отнеслись. Поэтому у нас и к инвалидам нету такого, ну, доброжелательного отношения. Все, адаптацию они проходят очень легко. Выполняются неукоснительно все законодательства, что касается инвалидов. Даже можно гибкий график, допустим, делать. Условия труда проверяют ежеквартально или даже могут и так прийти, проверить, какие условия соответствуют требованиям. И делают все, чтобы инвалидам было легко. Всего в группе компаний «Техмашхолдинг» выделено 11 рабочих мест для инвалидов в счет установленной квоты. Но работают 30 человек с ограниченными возможностями. При этом предприятие не снижает производительность труда. В прошлом году госслужбой занятости «Чуваший» был создан банк резюме инвалидов. Он регулярно обновляется и является источником подбора кадров для многих компаний. По состоянию на 1 марта в нем размещено более 230 резюме. А за 4 месяца этого года из 471 человека были трудоустроены 250. 31 направлен на профессиональное обучение по специальностям, востребованным на рынке труда. Это очередной раз доказывает, найти работу, даже если есть ограничения по здоровью, возможно. Нужно лишь сделать первый шаг – прийти в центр занятости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова